Вместо привычного вагона сцена, болельщики с плакатами на время заменили пассажиров. В Казахстане выбрали лучшего проводника и лучшую поездную бригаду. Конкурс среди железнодорожников провела компания «Пассажирские перевозки». Победу в состязании завоевать было не так просто. От участников организаторы ждали не только демонстрации профессиональных навыков, но и творческого подхода. И дождались. Зрители остались под впечатлением. В их числе оказались и моя коллега Донар Жуманова. Чего не дождались присутствующие зрители, так это шаблонных выступлений. К каждому заданию участники подошли с креативом. Тут можно было услышать и авторские стихи, песни, увидеть самостоятельно поставленные танцы. Не обошлось дело и без мирового флешмоба манекен-челленджа. Что примечательно, практически каждое выступление железнодорожников срывало зрительские овации. Коммуникабельность, вежливость и, конечно же, чувство ответственности. Вот что, по словам организаторов, отличает настоящего профессионала своего дела. На протяжении трех лет мы проводим конкурс на лучшую поездную бригаду, лучшего проводника. У нас в компании работает почти 7 тысяч проводников. Для всех это стимул отметить именно работу профессионального проводника, чтобы другие работники также стремились достойно работать и представлять лицо железной дороги и казахстанских железной дороги. По результатам конкурса титул «Лучший» завоевали сотрудники северного филиала, в их числе и Азамат Смогулов, занявший первую строчку в списке всех казахстанских проводников. Я работаю проводником с 2007 года. Пришел на эту работу. Очень рад, очень доволен. Девять лет уже работаю. Нравится, что с пассажирами общаемся, с новыми людьми, новые места. В качестве главного приза компания вручила Азамату Смогулову путевку в Китай. В Поднебесный проводник отпразднует Старый Новый год. Дана Рожуманова, Жандос Бетабаров, Хабар, 24.